Многократное удовольствие. Литературная газета. Главная статья 2015 год. Номер 10. 6500. 11 марта 2015 года. Многократное удовольствие. Многократное удовольствие. Многократное удовольствие. Книжный ряд. Библиосфера. Книжный ряд. Привычка жениться. Современные рассказы о любви. Сборник. Мария Метлицкая. Олег Рой. Маша Траупи ДР. М. Эксма. 2014. 320с. 7000x. Не подумайте, в заголовке данной рецензии нет ничего эротического. Речь идет всего лишь об удовольствии от чтения. Весьма, надо сказать, сомнительном. Женщины, читающие любовную прозу, счастливы в личной жизни. Минус гласит обложка книги современных рассказов о любви, выполненная в теплых тонах, завлекающих доверчивых читательниц. Что же на самом деле представляют собой эти рассказы, представленные в сборнике с тривиальным названием «Привычка жениться». Начнем с автора, чей рассказ дал название сборнику, минус Марии Метлицкой. Главный герой писательницы – подкаблучник, зависящий от матери и питающий слабость к женщинам. Но можно ли слабость назвать любовью? Разве такой тип героя нужен современной аудитории? Свои рассказы Мария Метлицкая наполняет шаблонными фразами «Мама, ты только не волнуйся» или «Жизнь все равно проверят людей и расставят точки над «и». Кроме того, писательница неоправданно использует анафору и парцеляцию, и Яша позвонил Соне. И Яша встретился с Соней. И Соня оказалась хорошей девочкой. Из мира обывателей Марии Метлицкая читатель попадает в драматический мир Иосифа Гальмана, где полностью парализованный богатый человек в больнице встречает свою давнюю любовь, оказавшуюся старшей медсестрой. Но рассказ автора не столько огорчает предсказуемостью сюжетных поворотов, сколько языком, которым он написан. Писатель смело использует жарганизмы и нецензурную лексику, однако о других художественных средствах явно не заботится. Встреча с родителями получилась печальной. Мама выглядела плохо минус таких фраз в тексте предостаточно. Общее ощущение от сборника такое, все эти рассказы, несомненно, создавались на скорую руку. Следом за Гальманом и Метлицкой идет небольшой детектив от Галины Куликовой о писательнице, случайно попавшей в криминальную историю, которая, вероятно, призвана сделать читательниц счастливыми, как обещано в аннотации. Еще одна оригинальная история о любви – рассказ «Чистая случайность», написанный Олегом Роем. Кто-то из великих утверждал, что наша жизнь – не что иное, как череда случайностей, минус глубокомысленно заявляет автор в начале своего повествования. Да неужели? Свежо, ничего не скажешь. И далее все в том же духе. Но читательница Троя, видимо, в полном восторге, судя по тиражам его книг. Однако этот сладкий сироп дамских историй без мистики не совсем сладок. Извольте. На последних страницах привычки жениться расположились истории о магии, ведьмах и проклятиях от Татьяны Корсаковой и Марины Туровской. Завершают сборник нелепый рассказ Маши Троуп пьяной о стерлите История без сюжета брак и совершаются на небесах Ларисы Райт. Сборник рассказов о любви – это возможность получить многократное удовольствие от одной книги, ведь истории то больше. Минус говорит читателю аннотация привычки жениться. Но какой читатель получит удовольствие от предсказуемых, плоских, плохо написанных рассказов? Только уж совсем не притязательный, взявший в руки книгу только для того, чтобы не умереть от скуки в дороге. Правда, в сборнике есть несколько стоящих произведений, случайно в него попавших, например, игра Ариадны Борисовой, но это скорее исключение. Ольга Байкова Теги, привычка жениться, современные рассказы о любви.